МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Театр – это очень сложно. Но в этом и прелесть. Жизнь очень сложная. Жизнь – как опасная игра. Ходов в ней сотни, тысячи, миллионы. Коль ты игрок плохой, то козыря не жди. А видишь наперед, быть венчанным тебе короной. Живое искусство театра. Каждый раз никогда не бывает одинакового спектакля. Никогда. Когда мы выходим на сцену, мы, конечно же, играем для зрителей. Но в первую очередь играем для себя. Станиславский сказал когда-то, что и режиссерам, и актерам надо родиться. Научиться быть хорошим актером и режиссером невозможно. Я не знаю, что такое быть актрисой. Это образ жизни, это, наверное, ответственность перед зрителем, перед собой, за то, что ты делаешь. Сейчас мы с вами пойдем. Здравствуйте, добрый вечер. Святая святых нашего театра. Мы сейчас пройдем на сцену. Волнение – это неотъемлемый атрибут актерской жизни. Волнение перед зрителем, перед новой ролью, перед новой сценической площадкой, потому что ты не знаешь, ты первый раз, может быть, на ней играешь. Вот если волнения не существует, тогда уже иди домой, пей чай, тебе этой профессией заниматься не надо. Когда я была студенткой, мы приходили на премьеры, и, естественно, места в зале не было. Первые места в театре, которые нам позволяли занять, это была вот эта лесенка. И мы с удовольствием здесь сидели, потому что лучше этого вида, по-моему, ничего не существует, очень близко к актерам, к сцене. Вот первое место в этом театре, мое зрительское, было вот здесь. И я ее увидела на сцене, подумала, боже мой, ну невозможно быть такой красивой. Ну невозможно, просто она настолько была хороша. Все, там было все. То есть вот леди совершенства, фигура, внешность. И я подумала, как хорошо для актрисы, конечно, быть такой красивой. Но вы знаете, это не очень хорошо. И Ира, мне кажется, вначале очень сильно вот от этого, мне кажется, внутренне страдала, наверное, потому что ее все время эксплуатировали вот на этих ролях. Ее, значит, занимали, она всегда была красивой, она всегда была главной героиней. И вот главная героиня, как правило, она должна только хорошие поступки совершать. Понимаете? Замужлала, а я помешала. Ну характер, у меня это же знало. Хороший! Ой, не знаю, не знаю, может, я в чем виновата. Что не получилось у вас, почему вы с хорошей с последним? А последний муж, если так, честно, нужна была моя профессия. Что хочет женщина, это самостоятельно работаем. Вот Татьяна Петровна Банченко, с которой я играю в этом спектакле, играет мою маму. И мы так близко, так подробно, это, наверное, первый спектакль, в котором мы так подробно друг с другом работали, взаимопроникали друг в друга. И вы знаете, большое счастье работать на сцене в гармонии с партнером. Мы спорили, мы ругались, мы доводили друг друга до сердечных приступов, но в результате сложилось вот такое, где в этом спектакле у нас даже негде, даже, как говорят, иголочку воткнуть, чтобы у нас было пустое место. У нас все выстроено, все. Мама с бабушкой узнают, что она беременна, и тут начинается разбор полетов. Девочка остается одна, и зритель сидит и говорит ей, беги, беги! То, что зритель так принял на себя этот ужас, что сейчас ее просто будут линчевать за все то, что она сделала, что он советует ей сбежать. Я смотрю этот спектакль и чувствую, что я выздоравливаю в этот момент. Я зашел за кулисы и говорю, что сегодня вы меня от инфаркта спасли, наверное. Все мои спектакли замешаны на любви. Какой бы роль ни взяла, это все о любви. Вот здесь вот о любви к маме, к дочери, к семье. О любви к не сложившейся женской доле. Даже так. Жизнь есть блага. Мы расслабляемся, ощущаем, дышим. Жизнь есть блага. Жизнь есть блага. Жизнь есть блага. Чем хороша малая сцена, чем она ответственнее, чем большая. Потому что здесь зритель сидит буквально на вытянутую руку. И достаточно просто полуповорота головы или прищура какого-то для того, чтобы передать то, что ты там в душе хочешь донести до зрителя. Я просто поняла, что возрастно подошла к такому барьеру, когда хочется себя проверить. И как-то я совершенно случайно об этом сказала Владимиру Аркадьевичу Юрьеву, но он мне потом прислал вот эту пьесу Дарьеву и Франки Раму. Я два года сокращала, что-то добавляла, что-то обдумывала. Ездила в отпуск с ней. Постоянно у меня в голове крутилось, 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 что-то дополнялось, что-то убиралось. Ей нужно было видеть просто Ирину, как она жила этой ролью. Я встречал ее в коридорах. Она шла с невидящими глазами, она произносила монологи. Она жила жизнью этой героини, этой итальянской женщины. Одним словом, я предложила Ирину Аркадьевичу посмотреть черновой вариант этой пьесы. Он сказал, что может получиться. И дал мне возможность поэкспериментировать. Я тоже очень скучаю. Я очень... Нет, я больше. Нет, я сильнее. Ну как я с тобой увижусь? Ты же знаешь, что он не забирает на ключ. Ну, вот она играет моноспектакль. Ну, я вижу, что она... У нее полный набор. Сейчас все есть для того, чтобы играть все, что она захочет. Играть моноспектакль очень тяжело без партнера. И вот держать в напряжении полтора часа публику это дорогого стоит. И вообще это такое искусство особенное. И в зале был один человек пожилого возраста. Ну, наверное, он очень устал за день. И он пришел в театр немножко расслабиться. Но настолько расслабился, что очень громко захрапел. В самый ответственный момент кульминация у Ирины сейчас... Такой надрыв! Просто сейчас после этого должна пойти песня. Там такой вот пик, вообще монолога ее. И вдруг вот в зале... Мы все умерли. Ну, премьера, да? Я стою на шоку снательным. Как он скромный. Думал. Зачем ты мне? Ну, куда ты? Где? И опять тот голос. Он для меня звучит. Когда я играла дядю Ваню, опять-таки здесь на малой сцене, я была ошарашена тем, что у меня монолог большой. Мы играли дядю Ваню Чехова. И я, повернувшись к зрителю, рассказываю этот свой монолог. До зрителя вот рука. Вот просто рука. Вот зритель может увидеть горло мое. Вот такое ощущение. Я рассказываю монолог, рассказываю... И вдруг у меня взгляд останавливается. Я... Я беру мхатовскую паузу. Потому что я в шоке. На меня сидит. И в полевой бинокль на первом ряду смотрит зритель. А расстояние вот рука. Это меня потрясло сильно. Я в детстве очень мечтала стать продавщицей молока. Мне очень, знаете, нравилось, как в детстве молоко продавали и наливали такими большими... Я не знаю, как назвать. Такие черпаки литровые в банки. И вот они наливают в банки. И тут мелочь рассыпана, где-то молоко. И вот она сдачу молочнице дает. И вот эта мелочь скользит по этому молоку. Ой, свеличь невероятная. Я никогда с таким удовольствием в очереди не стояла. Когда покупала молоко и меня посылали, я с удовольствием шла. Потом приходила домой. У мамы выгребала всю мелочь. Все уходили на работу. Я собирала все банки дома, кастрюли. И вот начиналась торговля этим молоком. Я воду наливала в эти банки и по лужице воды отдавала вот сдачу. Сдачу отдавала. Разговаривала с воображаемыми покупателями. Мой брат вламывался на кухню. Видел, что тут идет таинство. Он говорит, молоко подожди, закрывал дверь, чтобы меня не беспокоить. Наверное, я бы стала продавщицей молока. Я не знаю. Если бы не артисткой, может быть, продавщицей молока. Никаких предпосылок не было. Я не знаю. Это что-то щелкнуло в голове и поняла, что я хочу заниматься этой профессией только этой. Но моя бабушка занималась художественной самодеятельностью. Но я хочу сказать, что несмотря на то, что моя семья никакого отношения к театру не имеет, в моей семье, слава богу, все довольно-таки артистичные люди. Песни, танцы. Это у нас в чести. Папа у меня прекрасно играет на аккордеоне. Мама, как говоришь, что я в душе очень чисто пою. Ну, был здесь такой у нас писатель, юморист Эдуард Медведкин. Он возглавлял отдел, там был на киностудии тогда, Камчат. Такая была передача, юмористский всякий. И он очень неплохой драматург. Можно сказать, хороший драматург. Сейчас он в Москве, пишет, его пьезо ставят и в кино. И он написал пьезу такую «Феликс». Я бы не хотел просто так. Механически я хочу... А если у вас нет тех дела? Ну, ничего не поделаешь. Техника безопасности. По телевизору приупреждают. А без этого нельзя? Заселевый? Работа. Да не просты, надежны, не сомневайтесь. Всякие новомодные, особенно с усиками. Я ненавижу. Чего ты? Да я вообще ненавижу хусики. Хущие с усиками. Где бы они их не прятали? Очень скандальный спектакль, за который на нас подали в суд. Мы суд выиграли. Я играл Феликса. Это период 90-е годы. Деловые ребята, которые делают бизнес всякий, темный, левый. этот Феликс вызывает по телефону одну из девушек, чтобы развлечься. Оказывается, что это его дочь. Рубен Соренович меня убедил. Он сказал, что представь себе, если бы ты играла врача, ты бы была в халате. Если бы ты играла там монтажника, ты была в какой-то робе. А ты играешь в проститутку. Это твой костюм. Но сегодня твоя жизнь наконец пересеклась с моей. Пошли на дону. Всего на один час. Но мне этого достаточно. «Визит дамы» – очень тоже интересный спектакль. Я очень благодарна Владимиру Акачу Еремину за то, что он мужскую роль сделал женской и отдал ее мне. В последнее время как-то вот ей достаются такие очень характерные образы бургомистров в «Визите дамы». Ну, это вообще, это просто стержень какой-то, как она держит. Женщина, мужчина, женщина, непонятно. Она очень жесткая такая. Я думаю, Дюрин Матбе не возражал. Потому что такое прочтение этого образа и такое воплощение, как мне кажется, удачное. Я не про себя вообще, про саму идею. Очень подкупает. История любви, она всегда подкупает. Роль в забавном случае влюбляется в одну из героинь. А героинь две. Обе вроде симпатичные. А почему он выбирает эту, а не эту? И тогда мне пришла мысль в голову, что вот эта, она должна быть страшна, как атомная война. Она должна быть асексуальна. Мы с Ильбом Суреновичем. Он мне дал такую возможность. Мы изменили мне походку. Голос. Вот такой вот шнобель наклеили. И роль случилась. Роль случилась. Но вот работа над этим образом, я не могу сказать, что она была сложная, она была интересная. Роль на сопротивление. Очень уверовала в то, что она может не только быть вот такой положительной голубой героиней, что она может быть всякой. И это очень важно на сцене. Не бояться быть некрасивой, не бояться быть грубой, не бояться быть отрицательной. Понимаете, там много составляющих. Это все завораживает зрителя. Ирина придумала вот такой очень гротисковый образ. Такой хабальный немножко вот этой вот Анны Андреевны. Она так вот разговаривает вот таким вот голосом. Он по небесным словам распинался. В ревизоре она нашла вот эту манеру говорить, как Сябитова там вот она. Костюмы яркие, все эти. Конечно, кого-то это может быть настораживает и шокирует в зале. Скажет, ну вот, ну не может быть такая городничиха. А почему нет? А кто знает, какая должна быть городничиха? А почему? А я считаю, что такая вполне возможно. Она яркая, запоминающаяся. Все в отношениях со своим Антошей, с городничим. Ты должен помнить, что жизнь нужно будет переменить, что твои друзья будут не судья собачных, с которыми ты ездишь травить зайцы без земляних, а напротив. Твои знакомые будут люди самого большого плана обращаться. За тебя боюсь. Помню собор Парижской Богоматери. Поклон. На сцену устремляется одна женщина. Без цветов там. Иногда цветы выносит, иногда цветов нет. Конфеты выносит, игрушки. Ну, всякое. А тут без всего. На сцену устремляется женщина. Очень крупная. Я тогда вообще была маленькая, худенькая. Нет, ну, маленькая я и сейчас, но тогда худенькая была. И она устремляется ко мне. И мне страшно, потому что она сейчас тут идет с таким свирепым видом на меня. Я думаю, боже мой, боже мой, что это? Мне прям страшно стало. Честное слово, мне стало страшно. Она подходит таким громовым голосом, говорит мне, дай я тебя обниму за твою девственность. И прижимает меня к себе. Я думаю, вот. Сила искусства. Она поверила, что мне там 15-16 лет. И она поверила, что вот Эсмиральда такая. И вот этот поклон я тоже запомнила на всю жизнь. Эти объятия на всю жизнь запомнила. Дай я обниму за девственность. Потрясающе. Михаил Михайлович Токарев. Сейчас мы с ним будем играть в спектакле. Вот он как раз таки будет играть Тартюфа. А я буду играть ту самую Эльмиру, которую он вожжелал. Я соблазнять буду ее. Ну вот так вот. Вот у нас любовь страшная. Вот сегодня у нас в таких вот потрясающих декорациях будет идти спектакль Мольера Тартюфа, где я имею честь играть Эльмиру. Вот это мой стул. У нас у каждого распределены стулья. Этот стул буду вывозить вначале я. Все это у нас довольно-таки интересно. И самое главное, вывозя стул, не споткнуться об свое платье. Мы с ней были в Тартюфе. Она там моя сноха. Она сноха. Там у нас такие очень непростые отношения, как всегда у свекрови со снохой. Она необычно, своеобразно. И не похоже на то, что играли другие актрисы и в других постановках в Тартюфе. Она играет. Но предстоит очень интересный эксперимент, с моей точки зрения. Это новый спектакль «Дом Бернарды Альбы», где она будет играть мою дочь. Ни много, ни мало. Она не испугалась. Она согласилась это делать. И я думаю, это должно быть... Ну, я пока ничего не хочу сказать, чтобы не сглазить. Но я думаю, будет все равно интересно это. Потому что она будет снова искать, она будет снова находить какие-то манки такие, чтобы раскрыться наиболее полно в этом образе. В образе очень сложном. У тебя тоже будут пепли волосы. Но в тебе не придут соседи. Я люблю дома, которые не запираются от людей. Где женщины поюкают своих детей. Это мне очень нравится. Меня это заинтриговало. И сам факт того, что ты попробуешь сыграть то, до чего, может быть, ты доживешь 80 лет или нет, это вообще такое искушение, такая прелесть. Матюрио. 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 Самая последняя у нас роль с ней в «Ромео и Джульетти». Она играет там сеньору Капулетти. Режиссер все это соединил. У нас нет папы, у нас есть мама в лице. И мама, и папа, будем говорить так. Земля, детей моих всех поплотила. Дочь осталась у меня одна. Моё сына следует до нами. А ты, Парис, ухаживай за ней. Так будет складовство твое, вернее. Когда и её сердечком её не будешь, то и моё согласие добудешь. И мне очень понравилось, как она сделала эту роль. Я считаю, что это очень интересно, своеобразно. Даже финал. Очень многие не согласны с тем, что она в конце сошла с ума. А я думаю, что это правильно, потому что она закольцевала роль. Она сделала её... То есть точка есть, кульминация, развитие. И есть заключительная точка в этом спектакле, где она всю роль выстроила. И этим сумасшествием в конце она поставила точку. А-а-а-а! А-а-а! А-а-а-а-а! А-а-а-а! А-а-а-а! А-а-а! Я не знаю артиста, более преданного этому театру, которая бы так болела душой и отстаивала свой интерес. Она все время хочет работать. И это очень важно для актера. Не успокаиваться, иначе все. У меня был период кризиса. Так случилось, что пять спектаклей сразу из репертуара ушло. И у меня в репертуаре осталось то ли один, то ли два спектакля. И все. И это был ужас. Я понимаю тех актеров, которые сейчас очень редко выходят на сцену. Я понимаю, насколько это тяжело. Я знаю, как это больно. Это такое ощущение, что ты никому не нужен. И ты ждешь этих спектаклей, как манны небесные, для того, чтобы выйти и прямо до дрожи погрузиться в эту атмосферу театра. Это страшный период, я никому не желаю его проживать. Я не хочу, чтобы у кого-то он был. Я хочу, чтобы все были заняты, все работали, все были востребованы. В нашей профессии, знаете, что еще самое главное? Ждать. Достойно ждать. И всегда быть готовым к прыжку. Спасибо. 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 Спасибо.